Привет, друзья! С вами Сергей, автор ведущей радио-шоу Sounds Paradise на Frisky Radio. Композитор, пишу музыку более 20 лет и решил сейчас завести свой блог, в котором делиться с вами своими размышлениями на различные темы. И первая тема, которую мы поднимем, это «Стоит ли выпускаться на лейблах, либо издавать музыку самостоятельно?» Ну, тут я скорее расскажу свои мысли, а вы уже сделаете выводы самостоятельно, потому что каждый решает сам, как уж ты лучше. Ну, расскажу, наверное, на свой опыт, да. Надо сказать, что лейблов достаточно много различных. Есть очень крупные лейблы, есть менее крупные. И крупные лейблы, они действительно занимаются тем, что продвигают артистов. И, конечно же, если вы хотите издаваться именно на лейбле, то, конечно же, имеет смысл туда попытаться попасть. Но, к сожалению, не все туда попадают. И это достаточно сложно, попасть на очень крупный лейбл. Это нужно понимать. А мини-крупные лейблы, они, к сожалению, увы, не так сильно раскручены, и зачастую просто не занимаются продвижением артистов. У меня, в принципе, такая же ситуация была. Я отправлял многие свои композиции на лейблы. И, честно говоря, я ожидал то, что у меня будет обратная связь, что лейбл будет как-то продвигать артиста, который к нему присоединился. Но, к сожалению, я ничего не видел, кроме того, как они размещали у себя где-нибудь там на сайте либо в социальных сетях пост. Больше ничего, в принципе, с треком не происходило. Вот. И поэтому я задумался о том, чтобы музыку опубликовать самостоятельно. Потому что мне хотелось, чтобы было какое-то движение в этом плане. Но этого движения не давало мне лейбл, на который я отправлял. Конечно, кто-то может сейчас сказать, что, ну, значит, нужно было на другой отправить. Да, безусловно, нужно. Но надо понимать, что зачастую бывает такое, что у лейблов есть определенный стиль музыки, который они публикуют. И если вы, допустим, не подходите в рамки этого стиля, то, конечно же, ваш трек вряд ли попадет. То есть есть лейбл, допустим, который определенный стиль музыки, и даже в этом стиле музыки есть определенная стилистика композиции. И я зачастую даже находил лейблы, которые публиковали треки, которые были буквально, не знаю, артисты были разными, да, но треки были просто практически один в один одинаковыми. Такое тоже бывает. А вот в этом ничего страшного нету. Ну, просто у них занимаются отбором треков сотрудники, и они как-то стараются все, чтобы было выдержано в едином жанре, стиле, написании и так далее, и так далее. Вот, и у меня была такая ситуация, что да, я отправлял на лейблы, и, к сожалению, да, выпускались композиции, это было все круто, и даже были такие более-менее известные лейблы. Но когда мне приходила статистика по продажам, по прослушиваниям, к сожалению, она была очень печальная. Я понимаю, что многие треки могут, конечно, выстреливать и проще, но надо понимать еще то, что трекам нужно давать какое-то движение, чтобы они могли выстрелить на многомиллионную аудиторию, а это должен делать именно сам лейбл. Но зачастую он просто этого не делает, а все продвижение сводится к тому, что он просто выкладывает музыку. И когда я с этим столкнулся, я задумался, почему бы мне не самостоятельно издать музыку. Здесь я, конечно, получил определенные плюсы. Во-первых, я не жду по несколько месяцев, пока выпустят мой трек. Я могу выпускать с синглами, потому что на многих лейблах выпускают именно епишки, то есть как мини-альбомы, содержащие там 3-5 треков, 10, либо сборники. И, к сожалению, получается так, что ты не можешь отправить сингл, ты должен отправить минимум 2-3 трека, чтобы их издали отдельную епишку. Потом, конечно же, они делают свои обложки. Не спорю, у многих лейблов очень хорошие дизайнеры сидят, и они подбирают очень красивые обложки, но, к сожалению, в моем случае, где я издавал, треки попадали на сборник, а на сборниках были обложки, но не совсем все обложки мне, собственно говоря, нравились. Мне хотелось выбирать ту обложку, которую я хочу видеть. А плюс ко всему тому, что я еще люблю фотографировать, я увлекаюсь фотографией, то мне вдвойне стало приятно, когда я смог брать свои фотографии и использовать их для обложек будущих треков. А обложка, она очень важна к релизу, потому что первое, что человек, когда ищет музыку, или ему попадается в рекомендациях, прежде всего, он обращает внимание свое на обложку. Если она действительно очень красивая, притягательная, то человек, конечно же, хочет еще и красивое название композиции вашей, то, конечно же, человек хочет нажать на слушатель на обложку релиза и послушать полностью ваш трек. И в этом плане, конечно, я могу контролировать этот процесс, когда я самостоятельно издаю, я могу контролировать даты выхода, я могу контролировать обложку, какая у меня будет треку. И также я, конечно же, продвигаю музыку самостоятельно. Вот. А в случае, если вы завязываетесь на лейбле, особенно на том, который не занимается продвижением музыки, то все очень печально, потому что, если вы начнете, захотите его вдруг продвигать самостоятельно, и вообще в целом, все выпущенные свои треки на этом лейбле, то вы поймите, что вы будете прикладывать уйму усилий и продвижение. При этом, да, у вас будут расти прослушивания, но с ваших усилий 40%, 50%, где, как, по-разному бывает. Это уже зависит от договора, который вы заключите с лейблом. лейбл будет просто брать часть вашей суммы, и, соответственно, эту часть суммы вы просто его дарите. Ну вот, хотя вы могли бы эту часть суммы просто брать и вкладывать в продвижение своей музыки. Вот. Именно поэтому я и решил, что если я самостоятельно начинаю двигаться, продвигать свою музыку, продвигать ее на аудиторию, то, конечно же, я буду ее выпускать именно без лейбла. Но есть интересные лейблы, да, они могут быть и не крупными, которые тоже издают музыку, но они занимаются продвижением, и более того, бывает такое, что они просто еще проводят различные мероприятия, выступления, то есть они организовывают, приглашают туда артистов, которые выпускаются на их лейбле. А в этом я не спорю, есть определенные плюсы, и если вы действительно хотите выступать, заинтересованы в этом выступлениях, то, конечно же, я вам посоветую всеми руками, ногами идти на этот лейбл, но всегда анализируйте, смотрите, спрашивайте у других артистов, которые выпускались на этом лейбле. нужно интересоваться, чтобы понимать, и стоит вам выпускать на этом лейбле трек или не стоит. Ну, я, например, оцениваю лейбл по нескольким параметрам, это первое, это то, что он присутствует в социальных сетях, второе, это сколько подписчиков есть у этого лейбла в социальных сетях, потому что это очень важно, какая у него есть аудитория. Если у него аудитория достаточно большая, то, конечно, имеет смысл, потому что даже размещение в этих социальных сетях может дать вам преимущество, то есть вас больше узнают слушателей. Следующий критерий, конечно же, это занимается ли он продвижением вашего трека, то есть он может продвигать, к примеру, в тиктоках, в коротких видео, потом делает ли он организовывает ли выступление для артистов, проводит ли это выступление, то есть вот эти вот все параметры, они на самом деле очень важны. Вот, и когда я вижу действительно, что вот есть такой-то лейбл, да, и вот у него, допустим, аудитория, вот я, например, находил один лейбл, называется, по-моему, Dreamscapes, у них есть на ютубе целый канал, и там, если не ошибаюсь, свыше 500 тысяч подписчиков, они выкладывают музыку, музыка набирает там по 100-200 тысяч прослушиваний, и здесь-то я реально понимаю, что издав композицию там, если она попадает у них на ютуб-канал, то, конечно, она охватывает огромное количество слушателей, а уже дальше зависит от того, какая у вас композиция, ну, вот это уже, соответственно, зависит, насколько трек будет дальше идти, насколько он понравится людям, слушателям, сколько вы будете потом слушать и находить на различных площадках Spotify, Apple Music и так далее, поэтому я считаю, что анализируйте, смотрите, спрашивайте других артистов, и, конечно же, принимайте решение самостоятельно при выборе, ну, я думаю, что на этом, наверное, мы завершим этот ролик, всем спасибо, кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, с вами был Сергей, Терасов, до новых встреч в новом ролике, пока-пока. Пока.